МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Дети без почуття небезпеки. Специалисты означают рост детячего травматизма. Зимовая веселка, студентский фестиваль. Сегодня в 20-й раз зберетворчих першокусников региона. Скоробей, маски мумии. У Гомелли покажут старожитный Египет. Самую пригоджую девчину шукают по всей краине. В субботу отбудется региональный отборочный кастинг конкурсу МИС Беларусь-2018. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Новая редакция декрета номер 3 повинна быть приземленной и сбалансованной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сёння на нараде об проектах правовых актов, накерованных на развитие реального сектора экономики, науковой деятельности и забеспечения занятости насельництва. Керавник державы отзначил, особливо грунтовно треба обмерковать пропановы у Рада по сбеспечению занятости. Я обещал, что до конца этого года мы распрацуем и примем декрет президента, который будет развивать вядомый декрет номер 3. Александр Лукашенко подкреслил, что этот документ должен быть сбалансованным. С одного боку людям дать макшимость праца уладковаться, с другого боку примусить працевать тех, кто может, но не хочет, разломачил президент. Часовый металличный мост Праспрыпять в районе Житковича уплануется узвести до початку поводки. Про это поведомил генеральный директор Руб Гомель-Аутодар Игорь Матвяцов. Уже вызначено место, где будет находиться мост, а так само тип конструкции. Проектировщики повинны еще раз працевать про панову, как мост можно было разводить для пропуску судов. Необходность будовництва часового моста обумовлена тем, что понтонная пераправа, которая работает зараз, не вытремая крыгоходу. Реконструкция пошкодженного моста прозраку Припять на участку автомобильной дороги Р-88 начнется в наступном году после завершения распроцовки отповедной проектно-коштаресной документации. Ваурад накерованы документы по включению этого объекта в державную программу по развитию и утриманию автомобильных дорог. С манерой езды многих водителей у маршрутных такси давно пора разобраться, пишут в интернет-корыстальники на форумах и в комментариях до резонансных ДТЗ. Такого же меркования притримливаются и супрацовники ДАИ. Регулярно в метах наведения парадку, у организации руху громадского транспорта проводятся специальные рейдовые мероприемства. Осенне-зимовый период их колькость повеличилась у двоя. Подробностей в наступном сюжете. Маршрутное такси. Под такой кодовой назвой проводится комплекс профилактичных мероприемств у Снежни. Ягумайта стабилизовать дорожную обстановку, поуплывать на колькость порушений, что допускаются водителями маршрутных такси и поменьшить травматизм на дорогах. Статистика показывает, что водители только на территории города Гомеля допустили более 400 нарушений. Это те, которые привлечены к административных ответственностям на текущий день. Кроме того, анализ аварийности показывает, что на территории как города Гомеля, так и Гомельской области водители маршрутных такси являлись участниками дорожных трассовых происшествий, в которых люди получили ранения различной степени тяжести. Самые распоусюдженные порушения – перевышение ходкости, невыконание правил проезда, скрыжевание и пешеходных пироходов, перевозка недопущальной колькости пассажиров. При проведении специальных мероприятий только на улице Барыкина в течение одного дня было зафиксировано 94 превышения скорости водителями маршрутных такси. Проводится профилактическая работа, водители привлекаются к административной ответственности. Умытых захований без пеки, супрационники ДАИ проводят как открытый, так и тайный контроль. У якости пассажиров маршрутку садятся аккредитованные работники, которые фиксуют порушения, допущенные водителям, а на концовом пункте маршрута поведомляют про их инспекторам ДАИ. Тые в свою чаргу складают протоколы, обувыписывают по пярыджане, уличивающие строгость закона до повторных порушений у правилов дорожного руха – мера достатково эффективная. Александр Гамоль, Олеся Рудзянкова, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомель» прошла городская координационная нарада по борьбе со злочинностью и коррупцией по пытании об выполнении законодательства об охове жития и здоровья неполнолетних за 2017 год. Координаторы посаджения проанализовали выники проверок по фактах гибели и травматизму детей и подлетков. Так, подвёлши выники сумной статистики, удельники нарады означали рост дитячей сморотности от внешних причин. Яна Амалю Трояпер, вышая показчик 2016 года. Загинули 12 неполнолетних. Особливое хвалявание, выкликая гибель детей во взросле до одного года. Гэта палова жахливых выпадков. Причины у основным элементарные. Недбайность батьков. Незачиненные в окны, покинутые без уваги её местности с кипнем, дрянное обсталявание спальных и пеленальных мест. Кировничество прокуратуры Гомеля закликало отказные службы наладить больше грунтовый фельдшерско-кушерский патронаж. Удельники нарады подкреслили и необходность узмацнить контроль за школьниками. Уже зараз выявлены факты хулиганства неполнолетних с применением пиротехничных сродков. Худка каникулы и як батькам, так и установам эдукации необходимо организовать беспечный отпочинок. Ни для кого не думаю ни секрет, что это очень важный вопрос. И для всех государственных органов одна из основных задач, стоящая перед ним, это является защита наших детей несовершеннолетних. К сожалению, в этом году мы констатируем существенный рост детской смертности от внешних причин. Одной из проблем у нас является наличие объектов, которые представляют вред для окружающих, в том числе несовершеннолетних. Так называемые объекты незавершенного строительства, долгостроя. У нас в этом году были факты, когда несовершеннолетняя упала с шестого этажа незавершенного объекта строительства на улице Братьев Лизюковых. Мы опять же должны принять все возможные меры для того, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних на такие объекты. Протягиваем выпуск. Фестиваль «Зимовая веселка» сённясь бяре самых талиновитых першокурсников Гомельской в области. Форум студентских талентов пройдя у 20-й раз. Кожная команда выступить с творчей программой, с номеров, які стали лепшими, по выниках конкурсов «Анука, першокурсник». Традиционно команды будут демонстровать гумористичные постановки, вокальные и хореографические номеры. По выниках журы вызначить переможцев у разных номинациях. Так само будут обраны самые артистичные студент и студентка. Лепшая команда станет владельницей Гран-при. Больше за 13 тысяч специалистов за 80 годов в учебной деятельности. Свой юбилей отзначил Мазырский медицинский колледж. Улику гоноровых гостей, ветераны, а так само знакомитые урачи у минулым выпускникам этой установы. У працях темы сюжет корреспондента у телеканала Мазыр. Классичная музыка со сцены учить у выполнения наученцев и выкладчиков музычного колледжа. Актовая зала, фарбована у белый колер медицинских халатов, по яких легко вызначить профессионную приналежность для дашум. Будучи медицинские сестры, фельдшеры, кушеры, худко поповнять шероги специалистов самого широкого профиля. В Наруне за выпускниками колледжа минулый год. За 80 лет произошло очень много событий, много сменилось поколений преподавательского состава, очень много выпускников вышло из наших стен и добилось в жизни высот. Ежегодно мы выпускаем порядка 240 человек специалистов среднего медицинского звена, которые востребованы в любых учреждениях не только нашей Гомельской области, но и за пределами. Без их не могут обыстись установок у здоровья, а их узровень веда упроверена не одним десятигодем медицинской практики. История Мазырского медколледжа распространяется в 1937 году, но на ураде его первые выпускники подозревали, каких героичных намаганий от их запотребует промолленная клятва. На базе шестимесячных курсов Красного Креста была организована школа медицинских сестер. До войны школа выпустила три выпуска. В 1941-м выпускники, экстернов сдав экзамены, добровольно ушли на фронт. Мне сегодня отрадно говорить, что выпускница 1941 года, Анна Ивановна Беляй, до сих пор проживает в городе Туров. Более за 400 студентов, которые еще не занимаются по трех специальностях. От их працы шмат учим залежить, как складятся будущая медицина и не только Мазырам. Выпускники Мазырского медколледжа сегодня працуют в лечебных установах по всей Беларуси. Светлана Грутькова, Вячеслав Прописнов. Телеканал Мазыр специально для отеля радиокомпании Гомель. Спектакль «Лятучий корабель» и интерактивное представление «Коля новогодние елки», подарунок для детей-сирот, детей из неполных и шмадетных семьях, а так само маленьких жихаров в области с особенностями психофизичного развития. Новогодний сюрприз подрихтовала Гомельская областная организация Белорусского червоного крыжа при поддержке Гомельского облаконкама. Разом с детьми и их батьками святочным настроем зародилась и наш корреспондент Наталья Капрыленко. Марияма разом с родными приехала с Сирией на Гомельщину три года тому. Сирот своих сябров земляков и старейших родных и она поколь одна добро размовляет на русской мове. Кажа на новогоднем добраченном святое областным драматичным театром и она у першиню. Ей вельми подобается таки подарунок до Нового года. Я приехала три года назад. Я учусь в письмо девятой школы. Я уже в третьей классе. Я просто отличница в классе. На новогоднее добраченное святое червоного крыжа запросили так само семьи беженцев из Ирана, Ауганистана, пятирасселенцев из Украины. Дети отримали солодкие подарунки, приняли удел в гульнях и конкурсах, окунулись в атмосферу казки. Ураженными пожаданиями до Нового года за малых делились дорослые. Самое главное я хотела бы пожелать всем мира, чтобы поскорее закончилась война в Донецке. Это самое-самое большое пожелание. И чтобы Гомель процветал. Спасибо, что так хорошо принял. Усяго в новогоднем святое Гомельской организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» приняли удел 450 детей из разных кутков региону. Это дети-сироты, дети из неполных и шмодетных семей, а так само маленькие жахары в области с особливостями психофизичного развития. Мы решили объединить всех детей области города Гомеля на одно большое представление. Всех объединяет наш уважаемый дорогой Новый год, который уже на пороге. Желаю как взрослым родителям, так и деткам огромного здоровья, терпения, свершения всех задуманных желаний. Дети, которые имеют особливую потребу у Ахови у ВАЗи сбоку доброченных организаций, а не смогли приехать на представление, так само не застались и без подарунков. При поддержке Аблваканкама Гомельская организация Червоного Крыжа передаст в все регионы в области 300 подарунков для детей. Наталья Капрыленко, Валерия Гапанько, телерадио компания Гомель. Парад Дятого Мороза и Снягурок отбудется завтра в Новобелецком районе Гомеля. Театрализованное шествие пройдет по улице Ильича от Центра культуры Гомельского района до Кинотеатра Мир. Тут на Пляцовце отбудется театрализованное представление. Музычные выступления, флешмобы, каля новогодние ёлки представят молодежные творчые коллективы. Пачатак парада о 15-й године. Скарабей, маски, мумии. У Гомері покажуть старожитный Египет. Выстава открыться завтра и она разместится одразу у шасті залах Палацу Румянцевых и Паскевича. Религийное верование, архитектура, гистория и культура старожитного Египта прытягивают увагу до следчиков на протягу многих стагодзев. Вакол гэтай краины пануе шмат мифов и легенд. Выстава Скарбу старожитного Египта масштабный адукационный проект, який утрымливает больше 300 предметов. Гэта як соправдные экспонаты, фрагменты из саркофага, тканина, ювелирные упрыгожвания, так и копии, створенные заховываются в разных музеях света. Выстава ранее экспоновалась в Украинах Латинской Америки. Гомель стал другим после Минска городом, який отрымал шанс показать этот проект в Беларуси. Собранные на одной выставочной просторе объекты дозволяют убачить соправдные шедевры сусветной культуры. В первую очередь людям нравится загадочность истории Древнего Египта. Больше всего в Чилии, Бразилии нравилась и мумификация и саркофаги. Также очень интересны это ушепти. Это получаются такие маленькие фигурки, которые ложили в саркофаг. И получаются эти ушепти должны были делать за них их работу в загробной жизни. Самую прыхожую девчину шукают по всей краине. У Беларуси проходят кастинг конкурс прыхожости Мисс Беларусь 2018. У Гомеле отбор отбудется 23-го снежня от 15-й години. У центры моды и прыхожости хрустальная нимфа. Головное потребование незамужнее без детей у взрос от 18 до 24 годов. Беларусское грамадянство рос не ниже 174 сантиметров. Финал национального конкурса пройдет в мае 2018 года. Это и также другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www. www.tvrgmail.by Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорта вас познайомит мой коллега Максим Савин.